Ребята, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ксения, не забывайте на него подписаться, чтобы не пропускать интересные видео, которые выходят на канале каждый день. А это моя вторая часть из второго дня путешествия по штату Rhode Island, город Providence. В прошлом видео я вам показала, чем я занималась в первую половину дня, была в Капитолии. Небольшой спойлер, видео будет по ссылочке в описании. После этого я решила немного расслабиться и поехать по магазинам. И не только потому, что я жопоголик, но и потому, что темнеет очень рано, но и ночью особо ничего невозможно посмотреть, знаете ли. И в этом видео я покажу, в какие магазины я пошла, какой новый интересный материал, точнее ассортимент был в магазинах огромных сетей. То есть они различаются, допустим, доллар-три, как типа фикс-прайса у нас в Филадельфии и в штате Rhode Island, город Providence. У них очень разное наполнение, то есть там есть одинаковые товары, но там много и различных. И все я вам покажу в этом видео, а поэтому в начале видео будут мои самые первые мысли после выхода из Капитолия, штата. А в конце я подведу итог вообще всего дня. В общем, всем приятного просмотра. Так сложно без камеры с откидным экранчиком. Я даже думаю, что я, наверное, пойду куплю на пару дней, потому что меня очень задержает. Я не понимаю, я в фокусе, вы меня видите, не видите, я ничего не вижу. Можно было, конечно, снимать на телефон, но телефон моя личная какая, загрузка, почему я не люблю снимать на телефон, потому что мне нужно перекидывать информацию с телефона на ноут. Это занимает какое-то определенное количество времени. Не знаю, вы видите, сзади меня красотой или нет. Плюс всегда файлы для монтажа весят намного больше, чем если я снимаю на камеру. Поэтому я всерьез задумываюсь о том, чтобы пойти и купить камеру на пару дней. На самом деле мне понравилось. Это не самый красивый Капитолий, который я видела в своей жизни в США. Он выглядит прикольно. Больше всего не понравился тот, который был в Агайо. Мне кажется, он самый красивый. И самый хорошо обустроенный. Там очень чисто, очень много какой-то интересной информации. В Тагаевский, прямо очень крутой. Сейчас я иду уже на парковку, потому что у меня как раз... Вот я заплатила за парковку на 2 часа, около 3 долларов. И ровно минут... Сейчас скажу даже, потому что я на телефон не снимаю, поэтому могу точно сказать. 15 минут назад мне прислали сообщение, что моя парковка закончится через 10 минут. То есть моя парковка закончилась 5 минут назад. Но я надеюсь, что у меня нет штрафа, потому что... Я вижу что-то белое. Нет, это не штраф. И 2 часа... Это вот прямо идеальное количество времени, если вы поедете сюда. Потому что я минут 15 потратила на то, что была в туалете. Мне просто очень плохой туалет в хостеле, поэтому я все свои дела сделала здесь. Поэтому ровно 15 минут, то есть 2 часа, это идеальное время. И сейчас, в принципе, у меня свободное время, чтобы пойти гулять по Брауну. Но мне еще... Мне еще, на самом деле, чувака, охранник посоветовал сходить в кафедральный собор. Я ему сказала, что я люблю ходить по государственным зданиям, когда я еду путешествовать. Он сказал, что я люблю ходить... Ну, он охранник государственного здания, поэтому ему, конечно, наверное, не очень пикарит. Он сказал, что он любит ходить по церквям. И он сказал, что если у меня будет время, то зайди в кафедральный собор в Провиденс. Я пыталась... Я сразу говорю, ой, дайте я на карте посмотрю. И пока он там проверял одного человека на вход, я поняла, что я не знаю... Там нет... Знаете, что просто название было... Ну, тут очень много церквей. Я такая говорю, не подскажете, какой именно кафедральный собор вы имели в виду? И он, короче, начала сказать на карте. Он такой, ой, он по-другому немножко называется. Короче, я сделала фотку его телефона. И, в принципе, мы с вами можем туда тоже сходить. Мне кажется, это будет очень интересно. Рекомендация от жителя Провиденс, куда нужно сходить в Провиденс. Я немножечко замерзла. На самом деле, на улице прям вообще не жарко. Не знаю, на улице сейчас скажу. Я же не снимаю на телефон, поэтому я точно могу сказать. Сейчас на улице 5 градусов, но ветряно. Если честно, надеюсь, вы меня слышите. Я забыла, что у меня здесь нет пуховки. Итак, я приехала к собору. Дело в том, что я не знаю, здесь вообще можно было проезжать или нет. Я, короче, проехала и встала сюда. Пока проезжала, у меня что-то там снизу, на что-то я наехала. Надеюсь, она не продравила мне дно днищей машины. И по итогу церковь, на самом деле, выглядит очень красиво снаружи. Здесь внутри, точнее, не внутри, а перед церковью такое вот хорошее прям большое место. Очень красиво. Я не знаю, что такое. Наверное, фонтан, когда лето. Сейчас попробую зайти, но не факт, что мне это удастся. Потому что, ну и добавок, я не против, потому что я хочу наблюдать за машиной. Мне кажется, я могу, когда сюда очень легко эвакуировать. Это тоже какие-то библиотечные все здания. Какое-то здание, которое принадлежит церковь, походу, походу. Какое-то изнатие. Сейчас посмотрим, если женщина туда сможет пройти, то и я смогу, наверное, пройти. Здесь интересный вид на город. Местный вид на город довольно-таки симпатичный, в принципе. Если посмотреть, то церковь не стоит ровно к зданию, потому что, видите, она вот так далеко не по прямой. Ну, говорит о том, что эта церковь, наверное, была построена давно. И она считалась то, что стоит она прямо. И потом уже построили здания, которые по-настоящему сейчас прямо стоят. Получилось, что церковь немножечко бочком. Сейчас сделала пару фотографий, попробую зайти внутрь. Надеюсь, меня не угонит машину. Мне не очень повезло, потому что вот чувак проверяет, чтобы все двери были закрыты. Поэтому церковь, видимо, закрылась. Видите? Он вообще вышел оттуда. Поэтому сегодня мы в церковь с вами не пройдем. Но, может быть, в какой-нибудь другой день. И на самом деле у меня появилось пару планов. Я хочу поехать в город Уорвик. Это второй город. Надеюсь, ветер сейчас не будет мешать. Ну, один из тех четырех городов, которые мы с вами видели в музее Капитолия, который был, в принципе, основан в этом городе, в этом штате. И мне-то нужно зайти в пару магазинов. Я хочу заехать в Best Buy, чтобы купить камеру. Хочу заехать в Walmart, чтобы купить обогреватель. Обогреватель, может быть, какой-то еды. И чайник, потому что в моем хостеле нет ничегошеньки просто. И сделала, уже выписала пару интересных мест, которые в Уорвике можно посетить. Там, в принципе, особо делать нечего. Там просто красивая линия у океана. Сейчас только, наверное, проверю, когда работает церковь. Если здесь есть упоминание, там просто какая-то табличка висит. И поедем с вами в другой город, в который я вообще не планировала ехать. Мне кажется, ну, в принципе, за это я и люблю свои путешествия. Потому что они спланированы буквально до часа. Но в них всегда есть время, куда я могу впихнуть что-то еще. И вот нарисовано написано, когда можно сюда приходить. В субботу, воскресенье мы вряд ли с вами успеем. А вот понедельник, пятница, это, так скажем, наше время. Можно сюда приехать в 12.05. Поэтому, наверное, так и сделаем. Все-таки мне хочется зайти. На фотографиях тоже выглядит это здание симпатично. Ладно, поехали. Я беру машину и едем с вами в Уорвик. Еще непонятно, интересно, почему West Buy магазина нет в Котт. Вот, очень интересно. Я сейчас, наверное, немножечко присяду на карточке, посмотрю, все ли у меня в порядке с днищем машины. Смотрите, я сейчас еду. И мне по пути попалась компания по соли. И вот она, соль валяется, блин. Я ее ем. Как такое возможно? По пути попадается всякое. Смотрите, грузовик приехал, привез бензин. Я ни разу не видела, как бензин заливают, но я уже заправилась. У меня полная катушка. Поэтому я не буду ждать, просто поеду. И я еще увидела знак. Сейчас выезжаю с парковки, где я заправлялась. Смотрите, Entering Providence. То есть я теоретически сейчас уже не в городе Providence. Надеюсь, я в Уорвике. О! Смотрите, самый долгий светофор, который я видела в своей жизни. Точнее, раз машина, два машина, три машины. Я четвертая. И он все. Там поэтому очередь из машин просто на километры. Итак, ребята, мы с вами приехали в историческое общество. На самом деле, я здесь немножечко ожидала другого. Но музей сам по себе закрыт, по-моему, сегодня. И я решила, что я просто прогуляюсь по округе. Да, сейчас покажу, как выглядит музей. Вот так он называется. Видите? Еще немножко информации. Я припарковалась вон там, я не знаю, может у меня здесь парковаться или нет. Да, музей закрыт. У нее здесь, кстати, почта накидана. В принципе, кто-нибудь может стырить. Здесь даже не написано, когда они работают. Но смотрите, здесь фонтанчик, который замерз. Здесь, на самом деле, даже лежит снег. И здесь очень тихо. Здесь люди гуляют с собаками. И вообще, да, как вы видите, но мы его уже поняли, это кладбище. Захоронение. Это сзади дома вот так. Я решила, здесь вообще в округе очень красиво. 1027, смотрите, даты сохранения нет. Сравнительно недавно. 1021, 1016, 1010, 98. А вот кому-то приезжали на Рождество. Поставили цветочки. В 1010, видите, здесь несколько человек. А вон тоже цветочки. Тут много буквы, на самом деле, цветочки стоят, смотрите. 17, 20-й. Там вон украшено. Здесь украшено. Там вот. О, смотрите, сердечко. Я припробовала. Вон там моя машина видно. Давайте посмотрим, как большой украшен. Прямо не все дома так Рождество украшают. 1023, смотрите, недавно. То есть прям в конце 1023. Поэтому он так украшен, потому что это был совсем недавно. О, там вон фотографии их. Не буду приближать, мало ли, но... Не многие считают, что это приемлемо. Моя мама так не считает. Смотрите, красиво. И здесь очень тихо. Видите, летает самолет, потому что здесь недалеко посадочные полосы. Здесь так много украшенных. Я первый раз вижу гладбище, что там очень много венков. Я пока ехала, я поняла, что здесь очень красиво в округе. Здесь выход к океану уже прям совсем рядом. И я хочу, наверное, пропускать дрон. Мне кажется, здесь немногие будут этим беспокоены. Черные шуточки. В принципе, наверное, сейчас немножечко прогуляюсь. Буквально пару минут. Вот я ожидала немножечко другого. Там на карте были нарисованы какие-то красивые здания. Точнее, не на карте, а когда я смотрела TripAdvisor, какие места посетите в Ворлоке или как это называется. Там было написано... Там были фотографии, и было, ну, на самом деле, очень красиво. Красивые здания, я скажу так. Тут... Зданий, короче, я здесь не вижу. Может быть, конечно, если обходить всё, но здесь кладбище очень большое. Это я потрачу около часа. Плюс уже темнеет, мне нужно в магазин. Я думаю, это нелогично. Смотрите, лавочка. А-а-а, смотрите, он, видимо, пропал, потому что он пропал... Ему сколько было? 17 лет. Какой кошмар. Сын, брат, друг. Ужас. Что-то мне стало не очень хорошо на душе. Ну, здесь, в принципе, тихо, очень приятно. Можно прогуляться, но... Я это делать не буду, там машина едет. Я сейчас выпускаю дрон, наверное. И поеду по магазинам. У меня ещё пара мест отмечено. Попробую в них заехать. Это, знаете, какие места? Типа парк. Ну, то есть туда можно прийти в любое время суток, просто прогуляться, даже вечером. Немножко, конечно, плохо, что это не как летом. Здесь темнеет прям довольно-таки рано сейчас. И уже прям сумерки такие сильные. А время... 5.20. Время даже 6.00 нет. Ну, ладно, что же теперь делать? Будем работать с тем, что есть, как говорится. Поэтому сейчас... Дайду до машины. Где моя машина? И вы увидите, наверное, уже фотосъёмку садрона. Смотрите, как умно придумано. Уже когда вытачивали этот камень надгробный, сделали вот такие вороночки, как вазочки. И здесь сюда стоят цветы. Очень умно и логично. Я здесь припарковала. Сейчас прямо так и пойду. И покажу вам заодно снег, кстати, да. Вон, смотрите. Здесь снег. Дима, видимо, у всех. Холодная довольно-таки выдалась. Ладно, пошлите пускай дрон. Небольшое включение. Это единственный материал, единственное видео, которое у меня осталось с дрона. Почему? Смотрите в последнем дне путешествия, ну или почти последнем. В общем, подпишитесь на канал. Это видео будет буквально через пару дней. Не убивай! А если всё-таки убил, тогда давай! Построим храм среди могил. Почём слово? И ритуал для мертвых тел не воровал. Я просто брал, чего хотел. Хотел! Светлую вещь разнесите пошире. С вырванным сердцем холодный, как лёд. В золоте по обречённому миру Русский Христос идёт. Русский Христос идёт. Смотрите, падающая звезда. А, нет. Это, блин, мой дрон. И он не падает, он приземляется нормально так. Ну вы видели, какие кадры там были. В общем, сейчас. Странно, что меня, честно, здесь не видно. Всё, ладно, давай, садись. Ну всё, прилетели. Смотрите, погода становится всё хуже и хуже. О, я в Ворвике. 6.05. Я решила, что пора выдвигаться в магазины. Они, кажется, закрываются в 8. Но уже так темно. Вы видели кадры с дронов, на которых, блин, ничего не видно. Плюс у меня флешка не работает на дроне. Потому что я забыла правильную флешку дома. Не дома, а в хостеле. И, в принципе, осматривать что-либо в такой темноте уже прям очень сильно стемнело. Нет смысла. Поэтому едем с вами по магазинам. Я, правда, немножко расстроилась из-за того, что надо было сначала запустить дрон, а потом поехать в Виталическое сообщество. Но что, злиться или расстраиваться, когда поменять ничего невозможно. Поэтому поехали с вами в Best Buy. И я столкнулась с загвоздкой. Теперь, я не знаю, мне кажется, до этого такого не было. В Best Buy не можно купить. Но если ты возвращаешь, у тебя удерживается 15% от суммы. Самое дешёвое, что я нашла, что было Instac, что было в наличии. 500 долларов камера, минус 15% рисок. То есть, у меня удержат 75 долларов. То есть, за неделю путешествия, когда я буду снимать, допустим, на новую камеру, я заплачу 75 долларов. Потом, если хочу вернуть, мне, ну, как бы удержат эту стоимость. Мне такое не устраивает. А я же посмотрела, в Walmart вроде такого нет, но в Walmart очень мало камер. Именно с откидным экраном. Поэтому, короче, я пока что оставляю эту идею. И, походу, вы будете меня вот так видеть, периодически не в фокусе, наверное. Но придётся вам с этим свыкнуться. Поэтому сейчас я думала, здесь есть Барнсенопол, заехать туда, но подумала побольше и решила, что я не хочу. У меня, в принципе, много книг. И у них редко бывает какая-то сувенирная продукция из штата. Поэтому я, видимо, еду в Walmart и возвращаюсь обратно в гостел. Я зашла в Target посмотреть ту же историю с камерами. Смотрите, здесь у них прям всё получше расставлено, не как у нас в магазинах. Смотрите, это бутылка воды. Ой, такая милота. Всего 5 долларов. Очень мило. Такие тоже интересные. Ладно, пошлите искать, что нам надо. Смотрите, какие милые детские игрушки. Они такие интересные. Плюшевый материал. Прикольный. Этот ёжик мне больше всех понравился и стоит, в принципе, недорого. По-моему, 10 долларов всего. Короче, я посмотрела. Вот этот, в принципе, нормально возвращаемый, хороший фотоаппарат. 750 долларов. И вроде нет никаких ограничений по возврату. Я теперь не знаю. Я теперь что-то очкую. Короче, я засаковала. Мне, в принципе, всё нравится. И это хорошая камера, наверное. Но. Я что-то подумала, но вот буду я её носить. То есть моя маленькая с ней намного легче, потому что она маленькая. Она у меня в карман помещается. Вот эта камера в карман помещаться не будет. И, то есть, её придут таскать всегда. Это она размером, блин, с мой рюкзак практически. И её придут устанавливать на трипод. Ну, короче, на стабилизатор. И она прям будет совсем огромная и совсем тяжёлая. Я подумала, вот оно мне, в принципе, надо. Я теоретически, если мне правда надо просто вот на себя смотреть, то могу это сделать на телефон. И решила, что я не буду заказывать, не буду брать. Думаю, фиг с ним проезжу, а потом уже определюсь, какая именно лучше на замену своей камере. То и возьму. Поэтому, короче, я так решалась, решалась, чтобы ограбить, так скажем, воспользоваться политикой возврата в США. И в итоге я ссыканула и не буду этого делать. Ладно, теперь точно едем в Попмарт. Я уже села в машину и увидела доллар-три, в который я хотела зайти. Ой, я теперь не знаю, они работают или нет. Вот туда мы с вами идём. Потому что я вдруг подумала, а вдруг там мусор валяется, есть та штука, которую я у себя искала, подъёмный механизм, ну, грубо говоря, для моей коллекции. Вдруг мне здесь повезёт, тогда бы я сразу штук 10, наверное, взяла, потому что вернуть их всегда можно, а найти Филадельфии их, блин, нельзя. Здесь в коллекции каких-то товаров, смотрите, есть кошачья, как-то дёрка за 1 доллар всего лишь, кошачья мята и куча кошачьих игрушек. Здесь побольше ассортимент. Я на самом деле взяла себе фанту и вот такой спрей в комнату, потому что мне не нравится, как комната воняет. Здесь даже есть прищепки от хлорки, но от хлорокс. Прикольно. Я нашла вот такие витамины от изжоги, точнее, не витамины, а конфетки, потому что антоцит это вот от изжоги, и, ну, сами понимаете, в путешествии нормально есть, вряд ли получится вообще у кого-либо. Тут где-то есть обычные, типа, таблетки от изжоги, не могу их что-то по пачке никак найти, но в такой витаминке, мне кажется, прикольно. Беру. Здесь столько товаров для зубов, я еще не взяла пакет, и я уже кучу всего набрала. Я в шоке, я такого в Филадельфии вообще не видела. Смотрите, так что зубные щетки на один раз, то есть они уже с зубной пастой от креста. Мне кажется, очень прикольно. Смотрите, здесь даже есть сережки. я в шоке. Вот поэтому я люблю ходить в другие дешевые магазины в разных штатах, потому что ассортимент может очень сильно различаться. Если вдруг мне захочется соленых огурчиков, то можно прийти сюда и соленый огурец один купить, один. Смотрите, здесь есть маленький попкорн с сникерсом и с медемс. Я такие большие видела в Болмарте, но они стоят в районе, наверное, 5-7 долларов. Здесь получается каждая пачка всего лишь 1,25$. И также здесь куча энергетических напитков. У нас такого нет. У нас запрещено продавать энергетические напитки в таких обычных магазинах, и получается 1,25$. Это на самом деле нормальная цена. Сейчас думаю, наверное, возьму парочку себе. Смотрите, на размер бутылок банок. 2,75$. Почти 3 литра. Цена 1,25$. Это то, что мне надо. Я сначала увидела вот это. Такая, да, беру, даже чувствую, что она перекошенная, а потом подняла глаза. Вот они, мои любимые, родные. Как вы понимаете, это была удачная покупка. Пакет очень тяжелый. Она предлагала мне, точнее, она изначально хотела его только наполовину забить. Я говорю, не, давайте все в один пакет, потому что пакетов миллион. Мне не нужны лишние пакеты. В итоге один большой, очень тяжелый, поэтому приходится нести его снизу. Ну все, теперь точно Walmart. Оттуда видно, что вот там находится город. Это так прикольно. Нет, я вас обманула. Сначала мы заедем в Burger King, потому что я хочу теплой еды. Прошло уже больше полтора, чем полтора дня с тех пор, как я здесь. И за это время у меня из теплого был только чай, который я взяла у нас дома. То есть вот после этого, который стал холодным через там 40 минут, теплого в моей глотке в моем организме ничего не было. Это ужас. Причем на улице ну прям холодно. Ну ладно, как холодно, нолик градусов. Я взяла себе два Джоннира Вуппера и две картошки. Обошлось мне в 7.01, то есть в 7 долларов. Сейчас немножечко перекушу и на пути в Walmart, чтобы там не накупить чего лишнего. Потому что когда вы голодный, вы покупаете больше еды. Сейчас в Walmart нашла какое-то крутое предложение. Canon M200. Вот это, я так понимаю, вместо 500 долларов 299-300. И это очень хорошее для него цена. Я посмотрела. Вот смотрите, 24 мегапикселя. Canon за 400 долларов 18. Экран 3. Инча здесь 2.7. Здесь все то же самое. Короче, мне кажется, я нашла себе новую камеру. Поищу ассистента, чтобы посмотреть, она есть в наличии или нет. И если есть, то я ее точно беру. Нет. Они сказали, что единственное есть, которое на дисплей, они посмотрели в других магазинах. И то же самое. Эдгерт, ну, одна штука, и она такие, говорит, скорее всего, это на дисплей, дисплей они продать не могут. Блин, это очень хорошее предложение, но он предложил заказать онлайн. Возможно, я так и сделала как раз к моменту, когда я придала приеду домой, она, возможно, придет. Короче, не знаю, подумай. В общем, на этом моменте пока закрывается история с камерой. Здесь, по соседству, пока стояла, ждала ассистента, есть вот такие вот ремешок, вот такой ремешок для Apple Watch, и они идут с различными картинками вот такими. Блин, мне теперь захотелось Apple Watch, чтобы вот ради этих картинок, в принципе, только. И вон есть там еще другие коллекции, мне голубая очень нравится, ну, типа, знаете, Raving Khloe и прочее, как ты вран. 30 долларов, в принципе, на самом деле, недорого. Проблема в том, что ее нельзя заказать онлайн, точнее, онлайн она по оригинальной цене за 500 долларов. Может быть, сейчас увижу того же человека, который мне помогал, спрошу его, что в этом плане мне делать, но, скорее всего, это разовое предложение. Мне нравится, смотрите, здесь есть барби-кружка, конечно. Саряночка на ТВ. Это, ой-ой-ой, чуть не уронила кружка очень странных историй, и они, причем, выпуклые. Интересно, что еще такое есть. Мне очень нравится вот эта кружка, давно не смотрю, но каждый раз ставлю обратно. В принципе, интересная, по-моему, закончилась. Мне нравятся еще вот такие вот для эспрессо, и вот эта прикольная стучи, как ручка интересная. Вот beautiful day. Здесь кому нравятся коровы, кому нравятся свинюшки. Там, в принципе, есть котики вон сзади. Ладно, интересно, закончилась. А, ну, из-за Гарри Поттеровского здесь такая кружка, которая при нагревании, ну, когда вы горят, жуткость наливаете, меняет цвет, но мне это не очень нравится. А вот это прикольное, но дорого, 8 долларов 7,97, 86. Смотрите, здесь есть кружка самонагревающаяся с различными температурами, стоит она 40 долларов. Очень интересно, а я покупаю самый дешевый чайник. Ну, или, может быть, не самый дешевый. Вы будете смеяться, я приехала во второй Волмарк на всякий пожарный, просто проверить. Ну, вдруг, там эта единица моей камеры показывалась, и она не на дисплее, а нормальная копия к продаже. Ну, вдруг, потому что это очень хорошее предложение, камера, на самом деле, сама по себе очень дорогая, и 300 долларов, это очень хорошо. Поэтому сейчас я только быстро бегу туда, и я в предыдущем Волмарте не купила обогреватель, потому что его не нашла, тупо. Поэтому, если найду, то я быстренько тоже его возьму. Но не факт. Здесь она тоже есть, цена 2,99, пойду искать того, кто мне может помочь, и надеюсь найти ее там. Нет, здесь мне не повезло, у них нет, этой камеры в наличии, там чувак тоже посмотрел, ползал на коленках минут 10, открыл даже для меня другую, другую бокс, чтобы посмотреть, если там экран переворачивающийся, короче, опять мини-неудача, так скажем. Теперь остается, значит, ехать домой. Кстати, обогреватель здесь тоже не нашла, поэтому еду вообще ухожу без покупок. Смотрите, это куча очень грязного снега, я по льду сейчас еду. Знаете, дорога полна открытий. Смотрите, у машины один глаз подбит, а с другой стороны второй. Итак, я уже приехала домой, давайте быстренько покажу, что я взяла и то, что я использую. То есть, домой это не повезу, это я постараюсь вернуть. Я забыла взять вот такой вот ролл бумажных полотенец, они мне также будут служить туалетной бумагой, ну, короче, всем-всем в машину и не только. Взяла вот такой чайник, из самой меньшей наполняемости, здесь один литр, потому что мне большой не нужен, а горячего чая и горячей воды мне хочется периодически, потому что у меня помощь лапша, которую тоже нужно заваривать в горячей воде. Для этого я взяла вот такую тарелку обычную, глубокая тарелка у меня есть, а вот чтобы накрыть и чтобы это все, ну, знаете, запотевало, тарелку и в доллар 3, так, здесь чайки, в доллар 3 взяла мои любимые такие вот пончики, мини-пончики в сахарной глазури, это какие-то сноуболс, снежки, это я показывала уже от изжоги, витаминки жевательные и это в комнате, кстати, нужно сейчас распылить запах ванили, просто спрей для комнаты. Вот, в принципе, все, сейчас буду ставить себе чай. Ну что, ребята, вот и все, я приехала уже в отель, в хостел, точнее, я уже вам показала, что я купила, то, чем я буду пользоваться, напоминаю, что все то, чем я не буду пользоваться, то, что как сувенир, я открою в самом последнем дне, когда мы приедем домой. Мы, это я и вы. Вообще, если подводить итог дня, мне, в принципе, он понравился, он повернулся совсем не так, как я планировала и как я расписывала свое путешествие, но в этом и прелесть, что у меня есть машина, потому что я могу делать все, что хочу. Хотя, если смотреть на именно итог моих походов по магазинам, то, если честно, вместо шести часов на это можно было потратить час, но я не могу вернуть это время назад, я не знала той информации, которую я узнала, будучи в магазинах, поэтому это невозможно поменять, я не расстраиваюсь, не злюсь. Хотелось бы мне затратить меньше времени, да, конечно, но нет, так нет. Зато у меня теперь есть чайник, это большое удовольствие, большой плюс, в комнате все еще холодно, на самом деле, я бы с радостью купила обогреватели, но не нашла, плюс сегодня моя предпоследняя ночь, то есть мне останется переночевать только завтра, и все. И дальше мы едем в Providence, ой, точнее, дальше мы едем в Ньюпорт, и там немножко, там вообще мотель, поэтому там у меня должна быть отдельная комната, и они вроде в отеле как бы немножко получше построены, и плюс я там потратила больше денег на отель, поэтому он должен быть немножко получше, хотя бы немножко. Поэтому сейчас я буду перекидывать материалы на ноутбук, чтобы освободить флешку и память телефона, и буду уже ложиться спать. Время уже за 12, за полуночь, полуночь, я надеюсь, что завтра проснут пораньше, хотя завтра без вариантов, потому что мы едем, мы с вами едем в Браун, университет Брауна на экскурсию. Она к определенному времени, то есть мне, я, конечно, могу прогулять, но потом я уже не могу на нее записаться, потому что все места уже забиты. Поэтому завтра я хочу, не хочу, но мне надо рано проснуться, поэтому нужно ложиться спать. Хочу всех благодарить за просмотр, это первая часть, по ссылочке в описании мой инстаграм, где каждый день вы вкладываете какие-то интересные stories, посты и прочее, прочее, прочее. Прочекайте, вам понравится. Еще раз всем большое спасибо за просмотр, увидимся с вами уже завтра, и всем пока-пока.